Сургутянка Елена Петрова была дома вместе с тремя своими детьми, как вдруг у них обесточилась вся квартира. Периодическое отключение проходило и раньше. Семья решала эту проблему самостоятельно, перезапуская щиток или с помощью специалистов. Но на этот раз автомат не реагировал ни на какие манипуляции. Хозяева дома обратились в аварийную службу, где столкнулись с отказом в помощи. Причем коммунальщиков не остановил и тот факт, что за окнами минус 50 градусов по Цельсию. Она стала смотреть по адресу, что у нас задолженность за коммунальные услуги. Хотя у нас задолженности нет, никогда мы не являлись злостными неплательщиками. Задолженности не было. Я с ней не согласилась, пыталась, чтобы она прояснила ситуацию. Она сказала, я не вижу, я вижу, что у вас задолженность, в связи с этим аварийную бригаду я вам направлять не буду. В диспетчерской пояснили, что якобы задолженность свыше 25 тысяч рублей и стала причиной отказа. В квартире с несовершеннолетними детьми растерянная Елена более пяти часов находилась без электроэнергии. Многочисленные звонки и разбирательства не приносили результата. По словам диспетчера, решение об отказе было согласовано и принято самим директором аварийной службы. Спустя время глава семьи восстановил электричество. Директор аварийной службы в итоге подтвердил ошибку своих специалистов. Долго у семьи нет. Любая аварийная ситуация, любая внештатная ситуация, она никак не должна быть связана с задолженностью. Если я вызываю скорую, у меня же не проверяют задолженность по квартире или пожарную, что они должны будут зайти посмотреть задолженность. Они должны приехать, устранить первоначальную проблему. Это аварийная ситуация. Я поэтому обратилась в аварийную службу. По словам хозяев, квартиры препятствием до службы могли стать сильные морозы. В этот день была зарегистрирована самая низкая температура – минус 50 градусов. Хотя буквально накануне был создан городской оперативный штаб по организации «Бесперебойные работы в морозы». Инструктаж проводили с предприятиями, обеспечивающими город тепло, водой и энергоресурсами. Коммунальщики уверяли, что эти организации, а также аварийные службы Сургута, готовы к устранению неполадок, связанных с низким температурным режимом. И в любом случае отреагируют на призыв о помощи. В каждой организации есть созданные аварийные бригады на случай возможных чрезвычайных ситуаций, а также бригады по предотвращению возможных аварийных ситуаций. Видимо, поручения представителей власти распространяются не на все компании. Общественники, которые не первый год ведут мониторинг в сфере предоставления коммунальных услуг, отмечают, что подобных ситуаций в Сургуте раньше не возникало. Этот собственник жилого помещения должен был составить совместно со своими соседями акт и написать заявление в управляющую компанию, зафиксировать, позвонить на другое утро и спросить номер входящего их заявления. Если управляющая компания не реагирует на их заявление, у нас в городе еще помимо этого заявления не могли бы написать виртуальную диспетчерскую, которая работает, и обратиться в департамент городского хозяйства. Правила и нормы, регулирующие объединенные диспетчерские и аварийные ремонтные службы, утверждены в постановлении госстроя. В случае их нарушения организации могут нести административную ответственность. По словам юристов, в документе не предусмотрены условия, при которых службы могут отказать в устранении неполадки. Таким образом, ни финансовая задолженность, ни погодные условия не должны препятствовать их работе. Управляющая организация обязана была, во-первых, зафиксировать поступивший звонок, причем учет должен вестись круглосуточно, информация должна быть в журнале. И плюс ко всему выехать и устранить эту неисправность в течение трех часов с момента поступления. Сейчас заявление о Петровых находится в прокуратуре города. Результаты расследования прокуратуры будут известны только после новогодних каникул. Виктория Дрягина, Денис Зонов, Сургут Интерновости.